В современном мире динозавры это герои популярной литературы и фильмов. Дети играют фигурками динозавров, а взрослые обожают красочные приключенческие фильмы. А вот эпоха ископаемых ящеров началась сравнительно недавно. Без малого сто лет назад Уильям Бакленд доложил Королевскому геологическому обществу о находке нескольких костей древнего существа гигантского размера. Существо назвали мегалозавром, а вскоре всех крупных ископаемых сухопутных ящеров с подачи английского биолога Ричарда Оуэна начали называть динозаврами или ужасными ящерами из-за размера и гигантских зубов. А поиск и изучение их останков, равно как и интерес доисторической эпохи, начали стремительно расти. Современным ученым известно уже более тысячи видов доисторических животных. Перед нами юная особь торбозавра. Торбозавр – это азиатская разновидность такого известного динозавра, как тиранозавр. Это тоже хищник. Хищник подвижный, довольно быстро бегающий. Скорее всего, обитал он в ландшафтах, подобном современном прерии. Восстановить образ жизни и внешность существ, которые населяли нашу планету миллионы лет назад, невероятно сложно. Ведь ученые изучают камень, который заместил костную ткань. А это не особо точная копия оригинала. Тем не менее, даже эти останки позволяют ученым понять анатомию древних ящеров. По крупицам восстанавливаются условия обитания, возможный характер растительности. Хорошо, если есть череп, есть зубы, можно сразу восстановить способ питания. Ну, хотя бы на уровне плотоядный он или травоядный. Либо какие-нибудь хитрые варианты питания. Ну, скажем, животное имело мощные давящие зубы, значит, он питался твердой пищей, скажем, извлекая ее из раковины или из орехов. Кости диплодока помогли понять, что у этого травоядного гиганта было два мозга. Собственно, название диплодока означает «двойной ум». Так вот, маленький мозг размером с крупный мандарин был основным и располагался в голове, отвечая за самые важные функции. А в костях таза имелась емкость для второго мозга, точнее, нервного узла, который помогал управлять колоссальным телом. Понять физиологию динозавра можно, сравнивая его с современными похожими видами животных, например, с крокодилами и черепахами. На основе таких исследований ученые установили, что знаменитый тираннозавр был теплокровным. Более того, возможно, что он был покрыт образованиями, отдаленно напоминающими перья. Уже после того, как были сняты все серии парка юрского периода, появилась информация о том, что многие динозавры, особенно мелкие хищники, были покрыты перьями. Вот есть реконструкция таких вот пушистых тираннозавров. Особенно тех тираннозавров, которые обитали, ну скажем так, в умеренных и более северных широтах. Есть такие реконструкции. Но опять же, очень может быть, что с течением времени они меняли образ жизни, меняли, скажем так, свое место обитания, может быть, даже мигрируя на сотни километров. Интересно, что останки доисторических ящеров находили еще в античную эпоху. Правда, тогда думали, что это кости титанов или героев, покорявших легендарную Трою. В наши дни окаменевшие кости динозавров – величайшая ценность для палеонтологов. Их поиск и извлечение из окружающих пород – крайне трудоемкая, почти ювелирная работа, требующая огромных усилий нескольких десятков специалистов. Постепенно, слой за слоем, снимаются более молодые отложения, пока не будет весь скелет расчищен. Сначала его расчищают аккуратно совочками, потом кисточками, потом то, что раскопано, оно фиксируется, проклеивается многократно, чтобы оно не развалилось, и заливается сверху гипсом. Получается такой вот монолит, который отделяется от подстилающих пород, тоже еще раз проклеивается, и уже окончательно расчищается, уже только в самом музее, очень медленно, иногда многие годы. Для ученых найти целый скелет – великая удача. В нашей стране останки обычно находят в поймах рек на Дальнем Востоке, в Крыму, на Кавказе и даже в Подмосковье. В Среднем по Волжье часто обнаруживают морских рептилий. Один из самых известных динозавров в нашей стране – амурозавр, найденный вблизи Благовещенска в 1991 году. Правда, из-за климата и свойства пород поиски ископаемых животных, живших на территории России, сильно осложнены. Стоимость таких находок огромна. К примеру, только зуб тираннозавра на рынке стоит 12 тысяч долларов, а целый скелет – 10 миллионов долларов. Полный скелет диплодока стоит больше миллиона долларов. Впрочем, и отдельные кости представляют большую ценность как для коллекционеров, так и для науки. Так что их берегут почти как золотой запас. Поэтому, мягко говоря, вольное обращение с окаменелостью в фильме «Парк юрского периода» вызывает недоумение даже у неспециалистов. Ни один палеонтолог не станет ползать по скелету и уж тем более не посадит на раскоп вертолет. Во-первых, пилота бы побили. Во-вторых, такое в реальности просто невозможно. Потому что, если возникает необходимость в визите, ну мало ли что, санитарный рейс, то все равно борт садится где-нибудь в сторонке, а не непосредственно в раскоп. Кстати, именно из «Парка юрского периода» многие зрители впервые узнали, что динозавры – ближайшие родственники птиц. И современная наука подтверждает эту гипотезу. Птицы являются, в общем-то, почти прямыми потомками некоторых групп динозавров. Небольших подвижных хищников. Так что, если вы видите перед собой обычного городского воробья, относитесь к нему с уважением. А то он ненароком может вспомнить, что у него в предках сам Тирекс. Продолжение следует...